вот еще обсудим на что нужно обратить внимание на этом мяк показывает кпд где-то 1 к 7 пример 1 к 6 по этой схеме первичка 100 витков на каждой первичке тут 150 508 витков напряжение 25 вольт нет никакого стабилизатора напряжения чего может сама толка уже очень много потреблять и греции ну что нет стабилизатора напряжения вот еще кпд посмотрим и расчеты вот вход 25 вольт и ток где-то 180 миллиампер где-то 45 ватт может не стоять 150 миллиампер ну допустим 180 вот тут мощность показывает ну где-то примерно так и есть потом тут на обмотке вход тут тоже примерно то само будет вот тут 5 ватт на клетку тут где-то 3 ватта будет средняя мощность потом тут вот показывает что 28 ватт поэтому если считать вот еще не есть некоторая реактивная мощность потому что там не совсем резистор на обычный вот немножко обратно идет реактивная мощность то есть вот эта мощность не считать только что выше 0 считать поэтому тут где-то 5 вольт но допустим не 5 вольт то есть 50 ватт на клетку допустим тут не 50 от вот это амплитудное значение 40 ватт и 40 умножить на 0,7 чтобы среднюю мощность узнать будет нет надо еще на 2 поделить потому что будет 14 ватт а тут вот 28 ватт так это вероятно не много не неправильно показывает даже если 14 ватт на входе 4 ватта вот а тут 14 ватт все равно в 3-4 раза больше на выходе чем на входе вот тут тоже вот по прибор на входе 3 9 ватт 4 ватт около на выходе 28 9 ватт вот поэтому измерению не будет вот тут вероятно что вот такие какая-то вот много квадратика какая-то нечеткая то может тут какие-то искажения может этот немножко более правильно показывает может этот не учитывает издвиг фаз тут маленький издвиг фаз есть потому что это не совсем резистивная обмотка вот там резистор он потом переделан там вообще может не резистора варистор он ставил кто не пишет что он использовал вот он тут пишет а кондиционер р-лот то есть какая-то конденсационная измененная нагрузка 100 киломатт индуктивный карбон 5 ватт вормуш металлоксидоваристор или варистор вот этот измененный резистор нужен или варистор нужен что получить такие выходные данные как показаны вверху а вот измененный резистор вот он вот там через разрядник пропускает он там пишет вот он вот изменяет что он на что он не имеет нелинейную но нелинейный резистор он становится тогда то есть нам дальше вот и вход на самой но из катушек я понял 2 и 3 а то 2 и 4 ватт вот тут его заметка ток был измерен здесь он керамическим и но не индуктивным резистором такой вот остиллограф щупы выбран один к десяти и для канала канал 2 чх2 и 100 миллиампер на вольт если посчитать 10 ом то при 1 ампере будет не 1 вольт а будет 10 вольт но тут так как и один где сети резистор выбран поэтому будет не уже не 10 вольт а опять один вольт поэтому вроде бы все тут правильно а так тот самый резистор и такой самый метод измерения был применен для входа и для выхода ну вроде бы он такой чтоб уже выходом как-то неправильно замерить например что-то исказить если он на входят вот показания такие на выходе тем самым резисторы мерил вот должно все тут быть правильно вот уже на другом сердечнике вот на таком большом и тут даже результаты хуже чем на том вот тут он как бы 200 ватт лампочку вешают и тут и сердечник он большие частоты он как мы не предназначен для таких частот там у него 35 кГц скажите 34 кГц а тут где-то 25 кГц на этом сердечнике а тут опять тоже напрямую на телку без никакого стабилизатора вот пишет резистор 100 кОм кондиченит то есть измененный нелинейный этот для куринга или для изменения тока это Air Protection для для защиты сопротивления как бы можно сказать ничего нет если ставить нормальный резистор кто-то захочет повторить нужно ставить обычный 10 Ом резистор на каких 10-20 ватт ну тут опять вход он измеряет ну тут вот 5 ватт на клетку где-то 2,5 ватта и тут вот 10-20 ватт на клетку тут будет 10 ватт и еще умножить на 0,7 будет 0,7 ватт то есть 7 ватт а тут 200 вольт на клетку синяя где-то 400 вольт и тут вот показывает тресть вата на входе и тут вот 6-7 ватт на выходе лучше бы он показывал на еще и сколько его прибор показывает 10 ватт на выходе тут вот 6-7 ватт на выходе 255 вольт 255 вольт среднее значение 27 мА но некоторый сдвиг по фазе есть 6-7 ватт может и меньше чем 6-7 ватт а тут может прибор этого сдвигания учитывает а может и учитывает 5 ватт 5 ватт на клетку 5 ватт на клетку но все равно вход 3 ватта и тут плюс электроника там потребляет светодиодом вот горит светодиод через резистор через резистор еще что там без стабилизатора ТЛ-ка запитана может она там тоже много потребляет и вот версия 2 еще тут он уже нагрузил 100 кВм резистором нормальным никаким не измененным вот тут 1,2 кВм тут что-то очень высокая амплитуда ну и тут 8 ватт на выходе а на входе можно по формуле посчитать вот 8,8 ватт осциллограф показал а тут 8,5 по измерениям так а по формуле 100 кВм резистор вот тут РМС среднее значение напряжения 1,2,4,4 чтобы получить ток нужно напряжение поделить на сопротивление значит 2,2,4,4 поделить на 100 кВм на 100 000 вот такой равен ток и умножить на 1,2,4,4 ой на 1244 вольта получится 15,4 ватт а на входе 8,8 ватт вместо электроника еще потребляет еще его размеры вот еще его размеры так что как ни крути ГПТ хотя один к двум то есть прибавка я смотрел там еще Тома Бирди на патент тут у меня не скачивается только на планшете скачал посмотрел так там прибавка у него тоже где-то в два так в три раза вот вот у меня тут не не хочет что-то скачивать но там у него диодный мост есть стоит выпрямляется поэтому у него там тоже подтверждает что-то это эти вещи подтверждает эти вещи так вот 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 Продолжение следует...